Ильдар Ифатович, тема нашего сегодняшнего эфира, чему нас учит Рамадан, потому что все мусульмане мира сейчас держат пост, у кого позволяет здоровье, и хотелось бы понять смысл того, что мы держим пост, потому что многие путают это с детоксом, кто-то думает, что он очищает организм таким образом, кто-то не совсем понимает сути, да, то есть прежде всего мы же держим этот пост ради Всевышнего. Да, но пользуясь случаем, всех хотел бы поздравить с наступившим месяцем Рамадан, по сути своей, это такой великий праздник, который длится целый месяц, это не один час, это не один день, это целый месяц, и мы каждый день проводим с неким наслаждением, с неким восхищением и ощущением особой Божьей благодати, особой Божьей милости. Ну, безусловно, наверное, каждый, соблюдая пост, разное намерение вкладывает в соблюдение поста, но в первую очередь мы понимаем, что это предписание Создателя, предписание Бога, и мы обязаны соблюдать пост. Есть определенные условия, каким образом пост соблюдается, и каждый, ну, наверное, для каждого свой уровень поста, свой уровень поста, как минимум тот самый основной уровень, да, когда человек отказывается от еды, от питья, отказывается от отношения супруги. Наверное, этот уровень, он доступен для каждого, но здесь уже человек в последующем себя корректирует, он, в том числе, и корректирует свой настрой, свое настроение. Вносительно какой смысл, вот вы правильно, наверное, задали вопрос, и мы, наверное, подобным вопросом регулярно должны задаваться на протяжении всего месяца, каждый день, и задавать вопрос, а почему, зачем, а какие смыслы я вкладываю в отказ еды, от питья, и какую пользу я для себя получу, как для этой жизни, так и для вечности. Ну, безусловно, нужно в первую очередь вернуться к Священному Писанию и просмотреть вот те основные аяты, в которых говорится про предписание, соблюдение поста, это Сура Аль-Бакара. Пять аятов идут друг за дружкой, первый аят начинается со слуха Саиды, Вот те, которые веровали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас, возможно, вы будете набожны, возможно, вы будете богобоязнены. Здесь мы понимаем то, что это общее предписание, которое было для всех, точно так же оно, это предписание для нас, но для людей верующих, в тех сердцах, в душах, в сознании, в которых есть вера, неформальная вера, а вера, которая именно сочетается, согласуется с нашей жизнью, с нашей повседневностью, с нашими поступками. Вера — это очень такое объемное, очень значимое понятие, которое важно, чтобы находило отражение в нашей жизни. И вот концовка этого аята, возможно, вы будете набожны, возможно, вы будете богобоязнены. И точно так же эти аяты, если дальше-дальше читать, в которых раскрываются те или иные какие-то практические аспекты соблюдения поста в течение месяца Рамадан, в самом конце пятого аята говорится, «Ла'алляхум яттакун» — возможно, они, люди, будут набожны, будут богобоязнены. Но здесь, наверное, правильно разобраться и понять, а что такое вообще набожность, что такое богобоязненность. Возможно, для некоторых этот термин, это понятие, знаете, может быть, таким немножко устрашающим. Мы даже сейчас движемся каждый день по московскому времени с 10 утра до часу дня в рамку некого московского совета улемов, движемся по Тавсиру Шами Хазрата, его сокращаем и приближаем максимально близко к хроническому тексту. Вот. И там очень часто в Коране встречается вот этот темир «муттакун», «неттакун», «набожный», «набожность», «пробудится в них набожность». Вот у нас один из наших членов Совета улема, он против этого термина «набожность». Мы должны от этого термина уйти, потому что он несет некий такой оттенок, знаете, вот отрешенности, некий такой оттенок, когда вот человек уже в определенном преклонном возрасте задумывается о религии, определенных религиозных предписаний. Из-за этого, наверное, важно понять, а что такое набожность? Набожность — это, условно, это некий, это, с одной стороны, такая немоверная любовь к Богу, а, с другой стороны, это некий такой трепет, боязнь потерять эту любовь и боязнь потерять вот эту связь с Богом, потерять связь с Богом. Это самое ключевое. И, наверное, как раз-таки пост, он учит нас самоконтроль и самоанализу. Вы очень правильно в самом начале отметили то, что пост мы соблюдаем во имя Всевышнего, как предписание Бога. И как раз-таки вот этот вот самоанализ, самоконтроль и умение выравнивать свою жизнь в соответствии с понятием «ради Всевышнего». На днях один ролик записывали и запустили его, то, что вот Рамадан, он учит нас тому, чтобы всё в жизни давать, брать, создавать. Всё в жизни должно быть ради Аллаха, ради Всевышнего, ради Бога. Потому что, по сути своей, человек праведный, человек найбожный, ну, невозможно себе представить, чтобы он совершал какой-то постыдный поступок, какой-то грех, какую-то порочность и делает ради Бога. Это же невозможно, по сути своей, правильно? Мы то или иное делаем только ради Всевышнего, ради Всевышнего. И здесь как раз-таки наша жизнь, она корректируется, потому что мы анализируем себя, анализируем, мы смотрим на себя со стороны. Знаете, вот это вот понятие, это удивительное понятие, да, «ихсан». То есть есть понятие «ислам», «покорность», да, когда мы покорны Богу и как покорность то или иное совершаем. Есть понятие «иман» и «вера», очень высокое понятие. Есть понятие «ихсан», это некий такой следующий уровень, когда человек, он всё в своей жизни совершает так, будто бы он видит Создателя. Но если даже он не видит Создателя, он понимает то, что он видит себя, он видит себя. Это очень высокий уровень, и я могу отметить то, что мы каждый раз к этому уровню стремимся, порой получается, порой не получается. Но вместе с Рамадан, наверное, он как раз-таки в большей степени нас учит именно этому. То есть ещё раз повторюсь, да, вот пост, Рамадан, он должен пробудить нас, вот трепет перед Всевышним, набожность перед Всевышним, но в смысле именно помочь, вот укрепить и, возможно, усилить, возможно, пробудить любовь ко Всевышнему, вот сохранить и утвердить эту связь со Всевышним и пробудить нас трепет, страх, боязнь, потерять эту связь. Нисколько вот трепет и боязнь перед Аллахом, нет, ни в коем случае. То есть Всевышний, он всемилостивый, он всепрощающий. Да, Рафатыч, но Всевышний, он же не просто, вот мы держим пост во имя Всевышнего, но этот пост создан же для того, чтобы и помочь нам, да. Я вот знаю, что пост очень хорошо помогает столовым клеткам обновляться, да, то есть это эффективное средство там против заболеваний, да, потому что очищение идёт организма. То есть и вот это вот бесконечное поедание всего, да, то есть там человек может просто круглосуточно, особенно сейчас на карантине, может есть и на завтрак, и на обед, и между обедом и ужином, и на ужин, да, то есть пост ведь, наверное, придуман. Да, заедать свои тревоги и беспокойство, да? Да, просто, наверное, придуман не только для того, ну, то есть мы таким образом, конечно, показываем Всевышнему, что мы в Него верим, да, то есть это наша воля, но в то же время он же ещё и полезен для нас. Очень правильно, очень правильно. По сути, все вот эти вот пользы, колоссальные пользы, которые несут те или иные предписания, которые мы исполняем перед Всевышним, они как дополнительный бонус несут в себе огромное, преогромное, преогромное, просто это не передать, огромное количество пользы. Причём мы эту пользу уже чувствуем в этой жизни, и в то же время человек верующий, он надеется получить эту пользу и вечность. Это самое главное. И, по сути своей, любое предписание Создателя, оно неимоверно полезно для человека. Но здесь самое главное не уйти именно вот в это состояние, когда мы стараемся что-то из предписания Всевышнего соблюсти, потому что это нам полезно. Мы совершаем намаз, потому что это некая такая зарядка, скажем так, да? Это некая такая вот возможность размять свои мышцы, свои суставы. Нет, безусловно. Мы выполняем это как предписание Создателя, но наряду с этим, наряду с этим в этом огромное количество пользы. Даже просто взять, если омовение, с учётом сегодняшней текущей ситуации, когда там и гаджеты, когда много всяких переживаний, волнений, каких-то стрессов у людей, когда ты просто... Вода касается твоих частей тела, вот эта вся отрицательная энергетика, она же уходит. Это можно, знаете, это можно часами обсуждать все те пользы, которые несёт каждая в отдельности предписание Создателя. Это, вот ещё раз, как затронул Тафсир, который мы каждый день читаем, и вот я как арабист, человек, который закончил факультет арабского языка, я просто восхищаюсь, я хотел бы всех призвать, особенно вместе с Рамадан, как можно больше, если не знаете в оригинале, то в переводе, на своём родном языке, на том языке, которому он близок, но читаете Куран, это просто кладезь мудрости, это просто... Это книга жизни. Вот я сейчас читаю как раз богословский перевод вашего брата, и это вот реально книга жизни. Там все ответы на все вопросы. Да, и просто столько знамений, понимаешь, что это 14 веков назад было неспосланно, но столько знамений, каждая буковка, каждое слово. Мы, например, сегодня разбирали одну из суры, там было повествование по поводу фараона, и там было такое короткое предложение о том, что этот народ, Караон, его свит, они канули в историю, но мы их сделаем на все последующие поколения надедательным примером. И вот думаешь, сколько народов прошло, сколько людей прошло, сколько всего кануло в историю, но этого фараона знает каждый. Это как некое знамение, то, что Бог, его имя, его история, вот этот период истории увековечил, сделал его назиданием для нации. Это тоже великое знамение, как многое другое. Из-за этого, то есть это вот отдельная тема. Я как имам, я все-таки проповедник Динар, из-за этого, если вот начинаю говорить, меня становится сложно, из-за этого, безусловно. Да, поэтому я буду немного вас иногда прерывать. Да, да, соглашаюсь. Ильдар Ифатович, какие поступки обесценивают пост? Потому что человек может держать пост во имя Всевышнего, да, целый день с утра, там, с 4 утра до 8.45 не есть, но при этом скверно словить, да, там, то есть совершать какие-то поступки. Вот какие именно поступки обесценивают пост и вот считают, что ты зря вообще целыми днями не ешь, да, если что-то делаешь еще параллельно? Угу. Я, мне буквально на днях прислали притчу, я даже еще у себя в сторисе выложил о том, что некие молодые люди увидели старца в дневное время суток Рамадана, что он кушал и пил воду. И молодые люди удивились, что, ну, месяц Рамадан, старец, неужели ты не постишься? И старец ответил, я пощусь, соблюдая пост, в то же время я пью воду и ем. И тогда молодые люди начали надсмехаться и удивляться, да, и принижать вот этого человека. И говорят, ну, в чем же тогда заключается твой пост? И тогда старец ответил, то есть человек уже преклонно возрастно ответил, что я не сквернословлю, я не возношусь над другими людьми, я не принижаю других людей, я не обсуждаю для других людей за спиной. Но в то же время, так как, ну, и перечисляет, вот несколько вопросов связанных с нашим языком, так говорят, но в то же время, так как я болен и мой желудок не позволяет мне соблюдать пост, я кушаю и пью воду. И молодые люди, они пристыдились, и тогда старец спросил, а вы поститесь? Они говорят, да, мы, мы, и они ответили, то, что мы не едим и не пьем, то есть, да, вот это как понятие, да, мы как бы пристыдились, мы не едим и не пьем, да, и вот как бы для себя раскрыли, что пост – это не просто воздержание от еды и пытья, это значительно что-то большее и значимое. Вообще, если эту тему раскрыть, если вот подробно взять книги по поводу поста, что мы увидим, что были ряд соподвижников пророка Мухаммада и ряд ученых, которые говорили о том, что грехи, вот то или иное порочное, да, сквернословие, клевета, лжесвидетельство, это нарушает пост, и человек в последующем этот пост должен восстановиться. То есть, безусловно, основное мнение ученого Джом Гур, и мы именно это мнение придерживаемся, то, что пост как такого не нарушается, все равно человек с себя снимает вот некую обязанность соблюдения предписанного поста, но вот ту величайшую, величайшую награду, которую человек может получить, человек себя его лишает. На этот счет есть очень много хадисов, то, что по-своему Всевышнему говорит, Всевышний не нуждается в отказе от еды и от питья того человека, который не оставляет хауля-зур, не оставляет лживые свидетельства, не оставляет ложь, не оставляет фальшь. По сути своей, когда человек приступает к рамке дозволенного, когда человек, не соблюдая то, что Всевышний Создатель прописал, то в этом случае в любом случае это тоже как своего рода такая некая фальшь. Фальшь, и здесь как раз-таки в данное изречение пророка, подчеркиваю, то, что люди, Всевышний, подобного рода посте, который смешивается, примешивается с грехованным, с порочным, даже с тем, что связано с нашим языком, а зачастую именно язык наш, знаете, привносит много негативного. Язык наш враг, вы правильно говорите, привносит очень много негативного в вопрос нашей духовности. Это дай Бог, чтобы мы, как раз то, с чего мы с вами начали, чтобы мы сами себя контролировали, свои поступки, свои дела, даже свои мысли, свои слова и свою речь. Это очень важно, этому научиться, и, наверное, как раз-таки мы должны регулярно сами себя анализировать, просто оборачиваться назад и думать, все ли правильно, все ли хорошо. То есть пострамадам учит нас контролировать себя, контролировать свою речь, контролировать свою жизнь, контролировать свои поступки. То есть иначе человек просто будет... Мы же живем в мире искушений, то есть мы 11 месяцев наслаждаемся тем, что мы можем есть, что мы хотим, хотим, носить, что мы хотим, то есть общаться как хотим, да, и рамадан учит нас контролировать свою жизнь, анализировать, да, свою жизнь. Да, безусловно. То есть он на самом деле помогает нам контролировать свою жизнь, а с другой стороны, Динар Аганум, он учит нас жить, наверное, осознанно. Это очень важно, да, и вот этот вот период, который мы сейчас переживаем, для всех нас этот рамадан, наверное, особенный. Мы в большей степени находимся вдали от мечетей, вдали там от шатров, рамадана, вдали от совместных хастров, находимся в таком неком уязнении, и это хорошо. То есть у нас появляется дополнительный вот бонус, мы как сказали, да, фраза бонус, вот все-таки меньше соприкасаться с тем, что нас духовно разрушает. Мы можем больше себя контролировать, и мы, наверное, учимся, и это очень важно, жить осознанно, жить осознанно, чувствовать свою жизнь, чувствовать свой день, чувствовать свой час, каждый час. Это самое важное. Но, безусловно, это, наверное, только для тех, кто там в спячке рамадан не проводит, да, там, днем бодрства, как часто в арабском мире, много лет прожили в арабском мире, к сожалению, это тоже присутствует, когда люди вот тем самым облегчают свой пост, потому что довольно-таки много часов. Насколько это возможно, да, потому что я знаю, что люди до сухура, да, вообще не спят, а потом после сухура, то есть могут спать там до обеда или там практически до ифтара. То есть это же не честно? Это не есть хорошо, на самом деле, это не есть хорошо. Во-первых, утреннее время, после сухура, после утреннего намаза, это самое благодатное время, на это счет уже есть много довольно-таки повествований, не подчеркивается, что именно вот в это время распределяется благодать сегодняшнего дня. Вы спаете, получается, вы проспали, проспали и лишились этой благодати. Вы просто как, ну, какое-то существо проходили, проходили, а вот это вот сладости, благодати, красоты, не получили, не получили. А когда днем ты поработаешь, да, там и Куран почитаешь, и что-то важное для себя сделаешь, на самом деле, вот реально, я ощущаю то, что днем, за вот три-четыре часа ты делаешь вот значительно больше, чем за подобные там 10 или 15 часов уже в вечернее время суток. Из-за этого лучше всего, конечно, не как бы урывками следовать предписаниям нашей религии, а все-таки подходить и извлекать вот уроки из тех назидательных как бы уроков, которые есть в жизни нашего пророка, в жизни нашего подвижения, которые были очень активны вместе с Рамадан, но в то же время есть некие призывы к тому, чтобы днем люди выделяли немножко время, Кайлюля называется дневной сон, днем немножко спали, есть повествование, то, что это до полуденного намаза, буквально 40 минут, час вздремнуть, также есть повествование, то, что это можно после полуденного намаза, но самое главное, постараться это сделать до, до, после полуденного молитва, до молитва Асар. Вот в этих промежутках времени, час, полтора часа, 40 минут, они бывают тоже такие, знаете, прям, вроде бы ты немножко вздремнул, но настолько глубоко ты уходишь в сон, насколько глубоко ты уходишь в сон и прям восстанавливаешь свои силы неимоверным, неимоверным образом. Ильдар Рифатович, а вы с какого возраста держите пост? Мне тяжело сказать, я с самого-самого раннего детства, то есть у нас бабушка была очень набожная, очень богобоязненная и для нас, знаете, может быть, хотя я, вот как помню, я и намаз, даже учащийся в школе, там, да, там, ну, с самого раннего детства и намаз читал, ну, и мечети мы посещали, да, и пост, для нас это была вообще как некая традиция и родители, бабушки, мы, я даже не помню, с какого возраста. Это вот на вас, получается, с братом, а так бабушка сильно повлияла, да, что и вы, и Шамиль Рифатович стали известными имамами, да, проповедниками, то есть это удивительно, я когда подписалась на Шамиль Рифатович и затем на Зелю Аляудинову, затем вы у меня появились, да, то есть на вас подписалась, то есть я удивилась, я думаю, надо же, и все еще публичные, да, это же, вот я не знаю, вот с чего все началось? Ну, это воля создателя, да, даже, наверное, соблюдая пост, либо выполняя намаз и посещая мечеть, либо находясь в определенных там религиозных кругах, наверное, во всем этом находясь, по крайней мере, до моего отъезда в Каир, не было осознания, не было понимания, то, что я пойду путем там имама, буду там имамом, либо буду муфтием, либо буду там преподавателем, то есть таких настроений, таких намерений не было, то есть это, наверное, уже в последующем как-то подкорректировалось, и вот когда вот у Шамиль Хазрата, я тоже бывал на семинарах у Шамиль Хазрата, да, у своего старшего брата, и когда он просил охарактеризовать вот себя, наверное, со своей какой-то пройденный путь, я всегда охарактеризовал то, что я всегда чувствовал, что я ведомый Всевышний, ну, в хорошем смысле, я думаю, это каждый чувствует, каждый сознает, но в жизни вот много анализируешь те или иные события, которые происходили в жизни, от малого до большого, понимаешь, что в этом была воля создательная, то есть могло быть быть совсем по-другому, то есть вот малейший шаг там вправо-влево, скажем так, да, и все бы выстроило бы совсем по-другому, из-за этого здесь это какая-то божественная мудрость, объяснение которой очень сложно найти, потому что наша бабушка была вот такой богобоязн, это факт, это факт, она и ночные молитвы соблюдала, и пост соблюдала, и Куран читала, и, ну, такая была, очень таким стрепетно к всему этому относилась, и, ну, хотел бы с вами еще поделиться, знаете, каким моментом? Каким? То, что среди всех внуков я был самый любимый у меня внук. А, вот оно что, а Шамиль Иванович? Он не был, он не был в числе ее любимчиков, но знаете, как еще вот этот момент как-то определился, тоже, например, у Шамиха когда-то шесть детей, у меня пять, пять детей, у него две дочки, у меня одна дочка, вот, ну, поделюсь, да, я, наверное, может, даже у себя на страничке не делился этой информацией, но с вами поделюсь уж, а что мы заговорили о нашей бабушке, то, что вот, вот тот момент, когда, ну, в принципе, у нас семьи уже были, мы вообще в самом начале мы все жили вместе и бабушка, то есть совсем наши дома находились совсем недалеко друг от дружки, мы пешочек ходили к ней, она пешочек ходила к нам, в какой-то момент мы уже разъезжаемся, хотя Шамиль Иванович мы всегда вместе, даже в одном подъезде живем с тем, чтобы дети тоже общались, даже дети в большей степени общаются, чем мы, так вот, вот, ну, бабушка не хотела переезжать, она оставалась в том районе, в котором она жила, вот я, как сейчас помню, в какой-то момент я почувствовал то, что вот надо, я, ну, регулярно к ней ездил, вот, выехав из мечети, на проспекте Мирособорной мечети, я почувствовал то, что нужно поехать к ней, поехать к ней, я приехал к ней, это была среда, вечер, и вот у нее было очень тяжелое положение, она уже болела, тяжелое положение, я очень долго находился с ней, читал Куран, читал Сур-Ясин, прочитал Сур-Муль, прочитал, разные Дуа, прочитал, вот, и вот продолжительное время находился с ней, потом я уехал, и она этой ночью скончалась, она этой ночью скончалась, потом утром мы получили сообщение, ну, в какой-то степени всеми вопросами похорон занимался я, быстро мы все это, как бы, организовали, в пятницу, в пятницу, ранним утром мы ее похоронили, так что я даже успел, успел на пятничном масле, это получается, вот как раз у меня девочка четвертая, вот в эти дни мы с мою супругу положили в в роддом, в роддом, да, получается так, что вот в пятницу мы мою бабушку хороним, а в этот же день спустя несколько часов рождается у нас дочка, и по сути своей бабушку мы ее звали Алия, и дочку мы уже заблаговременно, так как третьего сына зовут Али, мы заблаговременно запланировали назвать ее Алия, и вот именно в один день бабушку мы похоронили, придали земле, и в этот же день рождается у меня единственная на сегодняшний день дочка, которая также несет имя моей бабушки, Алия, то есть вот такой момент в нашей жизни был, так возможно, это тоже как некий показатель того, что именно я являлся любимчиком своей бабушки, однозначно, но у меня, вот вы во всей этой истории больше еще знаете, что поразило, что вот вы почувствовали, да, что ваша бабушка нуждается в вас сейчас, вы поехали, и вы читали, сидели рядом и читали с ней Куран, да, то есть читали слов Куран, получается, да, это дорогого стоит, да, такое отношение, вот как, получается, у вас такие были очень теплые отношения с бабушкой, и она и на вас, и на Шамиля Рифатовича, это очень сильно повлияло, что вот вы пошли именно по правильному пути, да, по пути божественного. Знаете, знаете, как я вам отвечу, здесь у нас очень сильный человек, очень сильный человек, это наша мама, это очень мощный просто человек, который по всей точки зрения своим характером, своими вот умениям достигать всего и вся, папа у нас был очень мягким человеком, очень хорошим человеком, который очень много сделал для своих родственников, для своих там близких, был очень открытый, был очень щедрый человек, здесь все равно большее влияние на нас оказывала мама, это нужно отметить, нужно сказать. Бабушка все-таки, я не думаю, что вот ее некое влияние, потому что все равно может быть она привила любовь, да, к Урану, к Исламу, то есть если она ждет, что вас водила в мечеть. Да, для нас это было, знаете, вот уже с раннего детства и мечеть, и Куран, и Намаз, это было как что-то естественное. Но в то же время, как сейчас тоже часто бывает, к старшим относились, как-то, ну, они все равно уже как бы в своем миру, да, почтение, уважение, то есть мы это, это было в обязательном порядке, но в то же время, то есть вот, как бы они вот, ну, в своем миру, скажем так, находились. И здесь больше, я вот, в этом просто на все тысячи процентов уверен, что это была, наверное, больше мольба ее, мольба, вот ее мольба, с которой она просила, молилась, обращалась, и мольба, и как бы обращаясь и к себе, и к вам, и ко всем тем, кто спросят, кто нас смотрит, то, что мольба, дуа, имеет неимоверную силу, за это уделяете, особенно вместе с Рамаданом, время, с тем, чтобы ту или иную вымолить, ту или иную выпросить у нашего Создателя, и молитесь, и просите и благополучия, и все стороны благополучия для своих близких, для своих детей, для своих родителей, для своих сестер, для своих братьев, это очень важно. Эта мольба, она дает о себе знать. И еще я думаю, что мольба, именно когда твоя бабушка или твои родители молятся за тебя, то есть у этой молитвы, мне кажется, еще больше энергии, еще больше сил. Да. Да, конечно. Потому что, я просто замечаю, ну вот анализирую успех, у нас есть известный певец, вы, наверное, его тоже знаете, Димаш Кудайберген, он сейчас и у вас в России тоже очень популярен, и вот я видела его бабушку, и у меня ощущение, что вот весь его, вот такой большой, огромный зарубежный успех намолила ему именно его бабушка. Поэтому вот мольба, поэтому, дорогие наши бабушки, молитесь за своих внуков и за своих детей. Эти молитвы имеют огромную силу. Ильдар Рифатович, давайте теперь про поступки, которые обесценивают пост, понятно, друзья мои, если мы сквернословим, если мы пишем гадости друг другу, даже в социальных сетях, поверьте мне, это тоже может обесценить ваш пост. Поэтому прежде, чем писать мне лично какие-то гадости, подумайте. Я хотела бы задать, знаете, какой вопрос? Как выплачивать, вообще, о правилах благотворительности благотворительности в исламе, да? Потому что сейчас во время уразы и в эпоху социальных сетей я вижу, что люди хотят помогать, да? И помогают. То есть, кто-то из этого делает такое даже некое шоу, да? То есть, там, вот это вот, все показывается, все на показ. Насколько это правильно? Потому что в Куране же написано, что подает там правая рука, да, по-моему, должна не знать левая, вот я не помню точно. Это не пространство. Куран – это пророческое изречение, пророческое, слава пророка. А, это слава пророка, да? То есть, вот как правильно, а правила благотворительности, да, во время уразы и вообще в течение всей твоей жизни? Очень хороший вопрос. На самом деле, очень хороший вопрос. Спасибо вам за то, что вы его задали. Ну, безусловно, когда мы что-то, то или иное хорошее делаем, очень важно, чтобы это мы делали искренне, ради Всевышнего. Чтобы здесь не было некой примеси, когда мы хотим, чтобы вот сказали, вот какой щедрый, какой правильный, какой праведный, да, и люди вот нас вот таким вот образом упоминали. Потому что, например, есть хадис, достоверный хадис, это изречение пророка Мухаммада, в котором отмечаются вот первые три категории людей, которые будут брошены в ада. Это читавший Куран, красиво читавший Куран, это даже отдавший свою жизнь на пути Создателя, на пути Бога, и это тот, который вот проявлял некую такую щедрость, скажем так, да. И эти люди скажут, ну как же так, во Всевышний, там, скажет, я отдал свою жизнь, другой скажет, я же читал Куран, другой скажет, я же проявлял щедрость, и Всевышний сказал, что вы все это делали не во имя меня, то есть у вас не было искренности, вы это делали ради того, чтобы люди сказали, вот какой там смельчак, вот какой там умный человек, вот какой там щедрый человек, и вы это воздаяние свое получили в жизни, вы получили в жизни. За это, безусловно, когда мы то или иное, то или иное благое, праведное делаем, важно здесь, конечно же, делать это искренне. Но в то же время сказали, что нельзя это делать открыто, нельзя. В Куране не раз подчеркивается то, что Сирану Аляни открыто и скрыто, открыто и скрыто. То есть две эти формы, когда мы делаем это открыто и скрыто, присутствовали. И даже если просмотреть жизнь нашего пророк, Махамдария Исааса, то мы видим то, что были своего рода призывы к тому, чтобы люди участвовали в тех или иных проектах, в тех или иных подготовках к военным действиям. И здесь точно так же были то, что делалось открыто, то, что делалось скрыто. И то, и другое возможность. Здесь нужно оценивать каждую ситуацию в отдельности. И на сегодняшний день ситуация непроста. А я имею прямое отношение в свое время. Мы создавали этот благотворительный фонд. Шамих, рядом наших друзей, как бизнесменов, создавали благотворительный фонд «Закьян», который на сегодняшний день является одним из крупнейших мусульманских российских фондов. Мы понимаем, что порой нужно в открытую показывать о тех акциях, которые мы проводим. Порой нужно в открытую людей призывать. Потому что по-другому людей рассказывать очень сложно. Например, мы ряд там тоже... Хотя на самом деле пиар у нас довольно-таки слабые, скажем так, я вот постоянно сотрудникам, генерального директора подталкиваю, мне нужно обязательно показывать, сколько вы в течение дней сот человек объехали, скольким людям вы передали ифтары, продуктовые наборы. И на каких-то каналах у нас эти ролики появляются, и тоже, вы как и сказали, много комментариев. Вот, там нужно все делать искренне. Зачем это делать? И на показ. Одно, другое, третье. То есть здесь не поймешь. С одной стороны это, а с другой стороны, например, мне там лично, порой управляют, присылают сообщения, вот, где же братья Алюдиновы? Люди там голодают, люди там умирают, вы там ничего не делаете, третье, четвертое, пятое, закрыли свои квартиры, же, же, как бы находятся дома. То есть вот, здесь, знаете, как бы непонятно, здесь, до этого здесь ключевой момент, Динара, это делать это в диалоге со своей совестью и в диалоге со всемышлением. Да, искренне, не прислушившись кому-то, к чему-то, кто чего сказал, кто еще, к чему-то сподвиг. Безусловно, должны делать это искренне, но сказать то, что там только должны это делать скрыто, абсолютно нет. Вот даже те акции, которые проводим, если мы будем делать их тайком, скрыто, ну, наверное, это будет абсолютно неправильно. Люди не узнают об активности мусульман, об щедрости мусульман и вообще о том, что такие возможности есть. Для кого-то это может стать стимулом, да? То есть для кого-то это может стать мотивацией точно так же поступить. Для кого-то это может стать примером. Конечно, 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 это очень важно. Ну, вот еще вот по поводу благотворительности, да? То есть когда мы помогаем, насколько это... То есть вот мы вроде бы как и помогаем, да, людям малоимущим, но самое... Вот говорят же, не давай рыбу, давай удочку, да? То есть не получается ли так, что мы людям помогаем продолжать жить в этой бедности, да? То есть в этой нищете. То есть мы как бы их расслабляем, да, таким образом. То есть если мы все время, допустим, ну там несколько семей, то есть ты все время им помогаешь, 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 то есть они привыкают и в какой-то степени то есть ты становишься, то есть соучастником до того, что человек не хочет себя вытащить из этой ситуации, да, из этого болота. Согласен. Правильно, безусловно. И на это есть довольно-таки много повествований тоже, пророческие, можно привести как некий человек, когда некий человек пришел пророк и сказал, то есть очень сильная нужда, очень сильная нужда, ничего нет. И пророк сказал, а что у тебя есть? А что у тебя есть? И он принес там какой-то сосуд и вот еще какую-то вещь. То есть у человека сосуд и какую-то вещь принес. Там ну какие-то несколько элементов быта присутствовали. Опять же, это если сравнить с нашей сегодняшней реальностью, когда в любом случае человек довольно-таки многим обрастает в течение своей жизни. А есть совсем что-то незначительное, два элемента. И в Посланнике Всевышнего один из этих утварей, как бы домашние, это домашние утвари, поднимает и говорит, кто это купит? Один из людей говорит, что вот я куплю там за один диргем, за одну из серебряных монеток. Нет, за две. Он продает это за две. Потом этому человеку покупает веревку и говорит, это пророческое повествование, да, и призывает его к тому, чтобы он именно зарабатывал. И это есть. Из-за этого каждая ситуация не индивидуальная. Безусловно, мы не должны своей благотворительностью воспитывать еждивенцев, которые только ждут, когда получат помощь. Ну, на сегодняшний очень много людей, которые крайне нуждаются, крайне нуждаются в нашей помощи, в нашей поддержке. Например, в России, в Москве мы знаем довольно-таки много мигрантов, рабочих мигрантов, там, из Таджикистана, там, из Киргизии, которые приехали на заработки, и в большей степени эти люди отправляют свои средства на родину, у них каких-то запасов по сути своей нету, здесь получилось, и работы нету, и они оказались заперты, не могут вернуться на родину, соответственно, у них нету никаких средств для существования, они не могут работать, они не могут зарабатывать. На этом этапе необходимо их поддержать. Например, мы ежегодно там посещаем Ливан, там, два миллиона сирийских беженцев. Нас часто там видят, мы говорим, вот там у нас Саид здесь нуждающийся, куда вы еще там в Ливан летаете, там, к сирийцам, к сирийским беженцам, там, ну, на самом деле, где только не бывали, там, и в Бангладеше, и в Чаде, и в Африке, в разных государствах, и вообще это на самом деле очень полезно. Вот, например, мне сложно понять вот этих людей, которые нас осуждают, потому что там нужно оказаться, чтобы увидеть, в какой ситуации люди находятся. Там Ливан, бедная страна, сами ливанцы там бедствуют, и у них самих работы нет, не то, что там этим сирийским беженцам 2 миллиона предоставить какой-то работы, эти люди просто живут в шалашах, у них ничего нету, они просто голодают, и здесь, ну, это долг каждого из нас им помочь. Безусловно, если мы можем, там, мы там, например, несколько школ, да, одну школу открыли, вторую школу, иншалла, откроем, стараемся, таким образом, тоже какие-то рабочие места создавать, но ливанское государство, например, не подоставляет, то есть оно не дает возможности создавать какие-то рабочие места для сирийцев на местах, потому что тем самым они боятся, что они останутся в Ливане, они создают все предпосылки, чтобы они вернулись обратно. То есть к чему я все это рассказываю, то есть разные ситуации, разные ситуации, если нельзя говорить, и это не должно нас сдерживать, что мы вот не будем помогать, не будем там выплачивать, пускай мы сами работаем. Есть возможность может быть дать работу, дать какой-то совет правильный, обучить, то есть не только дать деньги и забыть, и думать, что ты все, ты там свой садака отдал, и иди гуляй там смело. То есть если есть возможность, я про это, потому что... Садака, в коммунице с вами согласна. Ну вот смотрите, по поводу испытаний, в Куране написано, что Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей, но иногда человеку очень сложно пройти испытания, он иногда их не проходит и умирает, да, то есть кредиты, работы лишился, там многодетная семья не выдерживает, а жена заболела, то есть иногда на человека может свалиться просто очень много трудностей одновременно, да, то есть в одно время. Но в Куране написано, да, и у нас в эфире Шамиль Брифатович, он говорил, даже там в самом глубочайшем падении милость Божья, то есть, ну а как найти, да, эти силы для того, чтобы пройти эти испытания? Ну, если, ну, нужно вообще, как бы, такое общее правило, да, общее правило для нас, людей верующих, если Священное Писание говорит, если создать Аллаху Суханну, говорит, значит, оно вот так, то есть на самом деле человек не взваливает на человека более того, что он может понести. Если те или иные события в жизни человека происходят, значит, у него есть потенциал, путем которого он все эти испытания, все эти трудности нужно пройти. Просто-напросто, порой, нам необходимы сторонние люди, которые помогают нам этот потенциал раскрыть. Ну, почему имамы, почему проповедники, почему на сегодняшний очень модно коучи. По сути, ну, любой может сказать, я там могу открыть книгу, да, там, почитать, ознакомиться, но нам, мы люди слабые, им необходимо, чтобы кто-то его расширелил, чтобы кто-то ему помог, подсказал, направил. А точно так же здесь возможно, то есть в каждом человеке есть мощный потенциал, но возможно просто кто-то со стороны нам должен помочь вообще проанализировать самого себя, проанализировать свою ситуацию, проанализировать даже свой потенциал и помочь выйти из этой ситуации, в которой он находится. Здесь, опять же, вот состояние веры, то же самое, то, с чего мы в самом начале начали, вера, непоколебимая вера. А вот когда в человеке есть вера, просто каких-то преград, каких-то сложностей не может быть. Даже если какие-то испытания обрушаются на человека, человек с верой в сердце, он немножко по-другому все это воспринимает. Так как в хадисе же говорится, известно в хадисе, удивительное положение человека верующего. Это положение нет ни у кого, кроме как у верующего. Если его постигает что-то радостное, что-то благое, он проявляет благодарность, он благодарит создателя, не себя, не то, что он такой умный, что он такой правильный, хороший, а то, что Бог его выделил и даровал ему эти блага. Он благодарит создателя, это для него благо, это возвращается для него благом для этой жизни, для вечности. Если же его постигает дара, сложность, трудность, в этом случае он проявляет терпение, это точно так же для него благо. Вот это терпение, нужно тоже правильно понять, что такое терпение. Это не пассивное терпение, когда у нас опускаются руки, мы начинаем сетовать и говорить, а за что, а почему, как же так? Нет, в исламе есть понятие активное терпение, когда мы, столкнувшись с очередной трудностью, с очередным испытанием, а мирская жизнь, это есть испытание, мы должны находить в себе силы, находить в себе возможности, вставать, идти дальше, несмотря ни на что, в любом случае ситуацию стараться менять. Даже мы говорим, что кредиты, сложности, семьи, на это и есть мусульманская умма, на это и есть многомиллионное, даже по сути своей двухмиллиардное мусульманское сообщество, где мы должны быть опорой друг друг друга, то есть мы не вправе, быть может, человек оказался в трудной ситуации, и даже эта ситуация тяжелая, в которой он оказался, это испытание для нас, если это наш сосед, если это наш друг, если это наш брат, мы должны встать, протянуть ему руку помощи, постараться дать ему выйти из этой ситуации. Это тоже для нас испытание, Если мы будем смотреть со стороны и думать, вот, Аллах не возлагает на человека более того, что он может понести, ну, пускай попробует это вынести. Нет, здесь мы должны, как единое целое, в любом случае, оказать ему помощь, оказать ему поддержку. И поэтому безыходной ситуации нет. Порой, это же просто дуа, ты понимаешь, например, множество, можно тысячи разных примеров привести. Например, один из наших, Шамиха, очень близких людей, который является одним из богатейших людей, и своим сердцем, и открытостью благотворительностью. Может быть, не в материальном плане, да, то есть, там, человек, который, может быть, свой костюм, там, 10 лет одевает, там, да, скромно, там, передвигается и живет, там, в старой квартире. Но тот человек, который сделал и делает очень, и очень, и очень много, там, мечети строит, и школы строит, там, и сотням людей помогает. Этот человек в свое время мне рассказывал то, что вот наступил момент в моей жизни, когда все, просто ничего не осталось, просто ничего нету, и полная пустота, и нет понимания, что произойдет. Вот, говорит, я начал посещать, как раз, если не снимаюсь, вместе с Романом будем посещать мечети, вот, начал по-другому ощущать Всевышнего, молить, просить, обращаться, и, говорит, просто начал постоянно просить у Аллаха прощения, затеянные ошибки, затеянные ошибки, оставив, 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 оставив. И человек просто, на сегодняшний день, просто безустанно, говорит, ну, где мне себя проявить, где мне, что мне сделать хорошее, благое. Из-за этого мир причин, понимаете, какой-то звонок, какая-то встреча, какое-то общение, какое-то пересечение. Какой-то знак, да? Да, конечно, с одной стороны знак, с другой стороны, еще раз повторюсь, то есть не всегда для того, чтобы стать там супер успешным, да, там, стать там тупим миллиардером, миллионером, не обязательно там заканчивать 10 институтов и добыть там какой-то богатой семьи. Какая-то мелочь может определить нашу последующую жизнь, но мы создаем предпосылки, и эти предпосылки тоже создаются Аллахом, главное, чтобы мы этого заслужили. Из-за этого не нужно бояться, нужно двигаться, нужно достигать и милость, и учит, она просто, и просто не имеет границ. И мы, наверное, с нашим братом тому подтверждением, да, то, что Аллах милостив во всех отношениях. Аллах милостив, да. Аллах милостив, за то, что вы делаете, вы делаете большое благое дело, потому что так доступно объяснять о канонах ислама очень как-то доходчиво. У вас какой-то другой подход. Ильдар Рифатович, давайте поговорим о женщинах в исламе, вообще о женщине в исламе, да. В Коране написано, я сейчас читаю богословский перевод вашего брата, в Коране написано, если жена не будет слушать мужа, там, первое, да, ты должен с ней поговорить, объяснить. Второе, ну, то есть, если она не понимает, там, игнорируй, по-моему, да, что-то там, не разговаривай. И третье... Нет, ты разделяешь ложе. А, не разделяешь ложе, да, то есть спишь раздельно. И третье, если, вот я была в шоке, когда это прочитала, что если она тебя совсем не слушает, ты можешь ее там... Я думаю, ну, неужели ислам за то, чтобы мужчины били женки? Хороший вопрос, хороший вопрос. Ну, смотрите, если взять жизнь наша пророка, это, наверное, жизнь пророка, жизнь пророка, это некое толкование священного Кур'ана. Было несколько ситуаций, когда к посланию Всевышнего, например, пришла женщина и сказала то, что вот мой муж ударил, дал мне пощечину, ударил меня по лицу. И тогда послание Всевышнего сказал, али-кхасас, возмездие, то есть один к одному, возмездие, то есть он должен также получить по заслугам. Были слова пророка, али-кхасас, не бейте, не ударяйте, а рабынь Аллаха. Вот такие вот повествования есть, но, но, не буду вам давать расслабиться, в любом случае, я понимаю, что, может быть, в большей степени у вас подписчики, может быть, женщины, в любом случае, я должен говорить, как есть на самом деле. И вот после такого рода слов послания Всевышнего, внесения решения о том, что али-кхасас, да, то есть возмездие, были неспозданы как раз-таки эти аяты, которые допускают то, что можно немножко ударить свою супругу. И здесь спроса с мужа за это не будет. И тогда послание Всевышнего сказал, то, что я пожелал одно, но Аллах пожелал другое. Но на самом деле вот этот аят, здесь я все-таки как арабист, как филолог арабского языка, этот аят, там каждое слово, оно очень важно. Каждое слово там очень важно, да. Во-первых, там в самом начале идет повествование по поводу, вот этот аят, он длинный, в самом начале этого аята говорит, Мужчины стоят во главе женщин по причине того, что Аллах дал им определенное преимущество, по причине того, что они расходуют на своего мужа. Должно просто понять, в первую очередь, что мужчина должен сохранять свое главенство внутри семьи. Если он становится тряпкой, которая не может обеспечить свою семью, если он утрачивает некий такой авторитет внутри семьи через свои греховные, через свои порочность, через свои какие-то там постыдные поступки, здесь, наверное, вот это одна ситуация. При этом, при своем вот таком положении в глазах супруги, он еще говорит, то есть он может поднять руку и там говорит, ну мне это Кураном разрешается. Здесь вот нужно поначалу посмотреть, как оно, то есть вот этот статус мужчин, он должен внутри семьи в первую очередь быть, когда он реально как глава семьи, когда он управленец внутри семьи, когда он всю финансовую, материальную составляющую берет на себя, когда он, в нем чувствуется значительное преимущество пред слабым полом, скажем так, в любом случае это должно быть. Хотя вот эти роля, они тоже в современном мире меняются. Знаете, я вам приведу такой хадис, достоверный хадис, в котором приводятся признаки приближения конца света, в котором говорится то, что в преддверии конца света на одного мужчину, Каим, который стоит на, вот как раз такое же примерно слово использовано в Буране, который вот уверенно стоит на ногах, будет приходиться 50 женщин. То есть это признаки приближения конца света, когда таких вот мужчин, которые как мужчины сохранили себя, скажем так, таковых останется очень мало, и на таких будет приходиться 50 женщин. Так вот, если внутри семьи все-таки вот это положение, авторитет мужчины есть, то в этом случае женщины должны написать, аяты продолжаются. Праведные — это те, которые покорны своему мужу, и те, которые хранят его честь и хранят его имущество. Это один и тот же аят. То есть вот они, подобно тому, как мужчина свой санату сохраняет, точно так же и женщины должны быть праведными. Эта праведность проявляется в двух моментах. Аят подчеркивает. Они покорны Всевышнему, покорны мужу. И второй момент — они хранят его честь и хранят его имущество. Очень важный момент — хранят его имущество. Но если, аят продолжается, если вы боитесь их непокорности, ну интересно, слово, которое используется в Уране, оно очень интересно. Нущуз — это, знаете, состояние, не просто даже непокорности, а состояние, когда человек пытается поставить себя выше. Или спровоцировать, да? Спровоцировать, когда человек уже, оп, как бы, а ты кто такой? Да, понимаете? Да, вот такой момент тоже бывает, к сожалению, в семьях, и, к сожалению, некоторым женщинам такое присуще. А ты вообще кто такой? И на этот счет можно еще интересно хатить провести, если время у нас останется, я приведу. Да, конечно, конечно. В этой ситуации как раз-таки включается момент, когда Уранчет говорит, то есть дайте им словесное назидание, призовите их, призадуматься, понять то, что у вас есть определенная роль, у нас есть определенная роль, и вы должны быть покорными своему мужу, вы должны хранить и целомудрие, вы должны хранить его имущество, и многие-многие-многие моменты, которые должны присутствовать внутри семьи. Если они слушаются, то разделяйте ложи, но разделяйте, как бы, спите раздельно, это, наверное, больше работает, когда у мужчины есть несколько жен, а когда он, как бы, если, как бы, ну, не получается с тобой, тогда пойду к другой, тогда это будет точно работать. И третий момент, но это шутка, но в любом случае имеет под собой определенный смысл. И третий момент фадрибу гунна, то удайте. Но, важный момент, во всех тафсирах, во всех толкованиях Священного Корана мы увидим то, что легкий удар, то есть это не то, что избейте, не то, что удайте, это должен быть легкий удар, который не оставит каких-то следов и там не причинит какого-то вреда здоровью супруги, это легкий. То есть это в жизни порой дети, порой нужно немножко ребеночка сотряснуть, либо супругу, которая для тебя близка, немножко сотряснуть, чтобы она призадумывалась и немножко на ситуацию посмотрела по-другому. И, как я сказал, жизнь пророка, жизнь сподвижников – лучший пример для нас. Если посмотреть высказание пророка, он говорит, что лучшие из вас – это те, кто наилучшим образом относятся к женам вашим. Наилучшие среди вас – это те, кто наилучшим образом относятся к женам вашим, к своим семьям. Постанавливаясь, сегодня говорят, что я наилучшим образом относятся к женам. И если посмотреть, пророк никогда никого из своих жен не ударил. Более того, он никого никогда на них не поднял, не поднял, не грубил и не поднял свой голос. И даже по отношению к тем детишкам, которые были, его как слуги внутри дома, она, особенно маленькая, например, говорит, я 10 лет, как маленький мальчик, находился рядом с постановкой Всевышнего, но не рада в своей жизни не было того, чтобы он на меня накричал. И сказал, почему ты сделал так, а не сделал по-другому. То есть вот нрав пророка. Это пример для нас, пример для нас, когда мы должны быть тоже, это нравственность и благонравие должно быть не только проявляться в наших длинных молитвах, длинных постах, длинных дуа, которые мы читаем. А это в том числе в наших отношениях с нашими близкими, с нашими женами, с нашими семьями, с родителями, с нашими братьями, со всеми теми людьми, которые нас окружают. Относительно женщин, к сожалению, это тоже имеет место быть. Я как человек, который общается с многими-многими людьми, я все-таки имам, главный имам Московской соборной мечети, а Московской соборной мечети является главной мечетью всей России. Это огромное количество прихожан, это когда приходишь мечеть, там, стольким количеством людей там пообщаешься и говоришь, порой там жены приходят, жалуются или там советуются, порой мужья. То есть опыт огромный. Опыт огромный, практика. Да, практика огромная, да. И вот порой видишь, что женщины внутри семьи, они все-таки теряют должное взаимоотношение между мужем и женой. И вот на этот счет есть в послании к Всевышнему, да, он сказал, что большее число обитателей рая — это люди бедные, с которых будет меньше спроса. А большее число обитателей ряда — это женщины. Это не мои слова. Я помню, как-то процитировал этот хадис на пропаде, это потом, сколько там появилось критики, сколько-столько там в мой адрес там пошло. Но это не мои слова, это слова пророка. Да, и тогда люди спросили, а почему, почему как бы женщины, и он сказал, бекуфриинна. А вот слово куфр можно перевести из-за неверия, а в то же время слово куфр сочетается со словом неблагодарность. То есть из-за их неверия, из-за их неблагодарности. И люди спросили, неужели неблагодарность и неверия ко Всевышнему? Говорят, нет, не ко Всевышнему, а к своему мужу, к своему мужу, который на протяжении многих-многих лет может делать много хорошего и благого для своей супруги, а в какой-то момент он сделает что-то не так, и женщина скажет, да ты вообще, от тебя ничего, это в хадисе говорится, да я от тебя вообще ничего никогда плохого не видела. И этих ситуаций в жизни видят очень много, когда женщина забывает просто напрочь все то хорошее, что для них делают их мужи и говорят, да вообще кто-то, как я сказал, кто-то такой, ты мне ничего хорошего в жизни не сделал. Вот это состояние, это тоже состояние не должно быть. Если вот должно быть очень трепетное взаимоотношение между мужем и женой, и должно быть полное взаимопонимание. Приведу маленькую историю, как того, какие вовремя должны выстраиваться взаимоотношения между мужем и женой. Мне эту историю прислал мой близкий друг, с которым я вместе учился, наверное, может быть через несколько месяцев после того, как я женился. Реально я эту историю сразу не понял, почему эта история, о чем она говорит, что он тем самым хотел сказать, вообще не понял. Только спустя годы я это на самом деле осознанно понял, что за этим стоит, и очень часто я ее привожу как некий пример. А в этой истории, коротенькая история, в этой истории было написано о том, что в один день муж возвращается домой, и супруга говорит, вот я показываю то, что вот я как бы делиться со своим супругом, своим мужем, вот я повесила картину. Вот в такое-то место повесила картину. И супруга говорит, вот если бы я бы, если бы ты у меня спросил, то я бы сделал немножко по-другому. Я бы повесил ее в другом месте. И тогда супруга, услышав ответ мужа, потеряла сознание. Потеряла сознание. Вот вот эта история. Я думаю, ну а о чем он хотел сказать? А на самом деле, насколько важно, чтобы люди, муж и жена, настолько были близки друг к другу, что они понимают друг друга на уровне мыслей. Даже в таких элементарных вопросах, что вот даже вопрос картины, куда ее повесить. И вот этот момент тоже очень важен. Быть на одной духовной, в том числе вот такой национальной волне с теми людьми, которые нам близки. Ну мы даже об этом в какой-то степени сказали, говоря о бабушке нашей. Да. Илья Арифатович, я поняла, женщина замужняя в семье должна быть очень покорной. Она должна быть благодарной, да. Она должна быть, наверное, музой, да, для своего мужа, тылом, опорой. Но и мужчина со своей стороны должен дать этой женщине все для того, чтобы она, ну вот чтобы вообще сохранились эти правильные взаимоуважительные, да, отношения. Потому что очень часто, к сожалению, с годами люди теряют это взаимоуважение. И есть такие семьи, где, ну ничего хорошего, просто люди друг другу не говорят, но продолжают жить. Что касательно развода. Это грех? Или же, то есть если у тебя не получается, да, если там не сложился брак, то есть ты можешь пойти и построить новые отношения? Да, хотел бы вот подчеркнуть то, что вы очень правильно отметили, очень правильно отметили то, что это вот должно быть взаимное, взаимное стремление идти навстречу друг другу и друг друга понимать. То есть у каждого есть своя роль внутри семьи, у каждого есть свои обязанности. И то, насколько люди эти обязанности друг перед другом понимают, нисколько говорят о правах, что у меня такие вот права, так ты мне дам должен то-то, ты мне должен быть то-то, да. Это касается порой мужчины, касается женщины. Здесь, в первую очередь, люди должны понимать свои обязанности друг перед другом. Если это есть, то иншал, это будет полное взаимопонимание, полное взаимоуважение и полная взаимолюбовь внутри семьи. Стасительно развода. Развод — это и есть такое понятие. Это то, что Всевышним разрешено, но то, что Всевышним ненавистно. Это еще тоже есть по пророльскому повествованию. То, что Всевышний — это ненавистно. Есть даже некое такое повествование, в котором говорится о том, что трон Аллаху, величественное создание Всевышнего, сотрясается, когда муж и жена разводятся. То есть подчеркивает, насколько это пред Аллахом ненавистно. Но, к сожалению, в современном мире очень много разводов, очень много разводов, причем среди людей, вроде бы религиозно практикующих, у всех какие-то свои ожидания, какие-то свои восприятия. И часто видишь то, что люди, как мужчины, так и женщины, как юноши, так и девушки, они до конца не осознают, что такое семья, и не понимают ту огромную ответственность, которая на них ложится, когда они заключают брак. И мой совет, наверное, не спешить с разводом. А здесь, наверное, в самом начале важно вообще разобраться в семейных вопросах. Потому что Мехазад очень есть очень хорошая книга «Он и она», семейное счастье, которое важно и нужно многим людям, которые намревают создать семью, или которые создали семья, прочитать и ознакомиться. А если все-таки силенок там не хватает или времени не хватает, надо пообщаться с... Не бояться этого. Либо с имамами, либо какими-то вот духовными лицами, либо даже вот это тоже модно стало, и в этом люди нуждаются с психологами, которые помогут разобраться вот в этих вот червячках, которые в каждом из нас есть, разобраться вот в своих каких-то пробелах и пробелах. Маша, спасибо, девочка. Спасибо. Так что не нужно спешить с разводом, но нужно предпринять все. Даже на этот счет есть в Куране повествование о том, что направьте хакем, то есть третейского судеба с этой стороны, и с этой стороны в любом случае нужно предпринять некие попытки с тем, чтобы семью сохранить. У нас остается буквально несколько секунд, 15 секунд, и у нас эфир прервется. Да. Можно я задам вопрос касательно... То есть касательно женщины...